К слову, День предпринимательства в России официально отмечают 13-й раз. Совпадение ли? Праздником этот день, исходя из сегодняшних условий, назвать сложно, говорят практически все, без исключения предприниматели. В каких условиях приходится его встречать, они рассказали моей коллеге Анастасии Драган. Она сейчас с нами в студии. Настя, привет. Ир, привет. Да, действительно, никто во встрече нам не отказал. И что меня радует, предприниматели сохраняют позитивный настрой. У кого дела плохи, говорят, что стадия смирения уже прошла, и наступила стадия ожидания, как, например, в косметологической сфере. В Барнауле больше 50 салонов красоты. Все они стоят практически два месяца. Например, в этом салоне в начале марта запись велась на конец мая. После снятия ограничений там надеются на возвращение хотя бы половины клиентов. Но общее желание сейчас не закрыться. Критическая была еще 2-3 недели назад. И те клиники, те салоны, которые имели помещение в аренде, то есть для них эта финансовая нагрузка, она на сегодняшний день практически невозможна. Сейчас на рынке аренда помещений в городе Барнауле прибавилось. Помещений, которые освободились. Инна сейчас борется за то, чтобы ее отрасль включили в список пострадавших. Сейчас там сферы культуры, спорта, туризма, общепита, бытовых и образовательных услуг, авиа и автоперевозки. Так, барнаульский автопредприниматель Олег Бесчастный говорит, что по его маршрутам рейсов стало на 65% меньше. Поэтому и автобусов выпускает меньше. Брать кредиты не хотел бы, ведь их все равно придется отдавать. Пока ему хватает на зарплаты и погашение кредитов. Но если такая ситуация продлится еще месяц, то придется идти за господдержкой. Что лизинговые компании, что кредитные организации, они, так скажем, очень плохо идут на встречу. Почему? Потому что они говорят, ну, заключен договор, будьте любезны, исполняйте условия договора. Перед самым вирусом мы обновились немножко, да, поэтому у нас лизинговая нагрузка увеличилась. Ну, мы терпим убытки, так, в среднем, я вам скажу, около 3-х, 3-200, 3 миллиона 200, вот так, в месяц мы сегодня терпим убытки. Действительно, в Алтайском союзе предприниматели нам рассказали, что обращений за кредитами много. Но количество обращений не совпадает с количеством одобрений. А сколько из одобренных, выданных, таких данных в союзе нет вообще. А те меры, которые существуют, большого отклика у бизнесменов не находят. Каникулы по уплате арендной платы за землю, налога на землю, налога на имущество – это то, что в полномочиях местных властей они могли бы быть введены. Но здесь, конечно, есть особенности, связанные с бюджетными, межбюджетными отношениями, и в первую очередь именно в Алтайском крае, как регионе глубоко дотационном. И по мнению Фридса, власти выбирают дотации здесь и сейчас и не выбирают средний и малый бизнес в перспективе. Кстати, по примерным подсчетам, краевой консолидированный бюджет недополучит из-за коронавируса до 18 миллиардов рублей доходов. Заканчивая на позитиве, расскажем об одном предпринимателе, у которого пока все стабильно. Он работает в сфере сельхозпереработки. Но и то сейчас там продаж нет. Внутренний рынок заполнен гречкой, а внешний закрыт государством. Это случилось после ажиотажа на гречку, когда ее смели с полок и возникли опасения, что самим не хватит. А у этой компании на экспорт шло 70% крупы. Предварительно границы закрыты до 30 июня, то есть еще на целый месяц. Скачок бы прошел, и он бы сам себя успокоил, и все. А сейчас никто не поймет, куда обращаться, чтобы открыли границы. И когда их откроют, тоже никто не понимает. И мы же все-таки нарушаем свои, как сказать, обязанности перед нашими клиентами. Рынок нельзя регулировать. Надо, чтобы рынок сам развивался. Не надо там какие-то коррективы вносить. В общем, свой профессиональный праздник предприниматели хотели бы услышать о внятных, доступных и эффективных мерах поддержки или вариантах работы с учетом новых условий.